Казанский Рубин 15 февраля команда устроила спарринг-матч с Екатеринбургским Уралом. С первых минут Леонид Слуцкий выставил основной состав со всеми лидерами. Уже на четвертой минуте хороший момент не реализовал Джордж Деспотович. Защитник Илья Самошников сделал передачу на пятак, но удар Хорвата парировал Илья Помазун. В первом тайме казанцы имели еще одну возможность забить, но на этот раз Помазун спас уже после двух ударов игроков Рубина. Сначала Деспотович, а потом уже Хвича Хворацхелия бил в упор. Вратар надежен. Во втором отрезке вышли уже совсем другие футболисты. Но и они не смогли придумать ничего интересного у чужих ворот. За исключением пары моментов. Игра так и закончилась нулевой ничьей. Игры сборной закончились, а значит время завершающих матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Акбарс проводил игру против рижского Динамо в гостях. На второй минуте казанцы схлопотали удаление за нарушение численного состава. И хозяева здорово воспользовались предоставленным шансом. Микс Индершис точно бросил со средней дистанции 1-0. Немного времени потребовалось Акбарса, чтобы сравняться. Стефан Дакоста здорово наказал Рижан уже за их удаление. Француз целил в дальнюю девятку и попал 1-1. На двух голах в первом периоде команды не остановились. Казанские защитники оставили на пятаке Николая Елисеева, и тот спокойно разобрался с Тимуром Беляловым. 2-1. Но закончил перестрелку в первом отрезке тот же Стефан Дакоста. Нападающий добил шайбу в ворота Рижан после наброса Дмитрия Юдина. 2-2. Во втором отрезке команды смогли порадовать нас лишь одной шайбой. В середине периода Виктор Тихонов оказался самым расторопным на пятачке хозяев. И впервые в матче вывел Акбарс вперед. 3-2. Настало время заключительного отрезка, и Рижане сравняли счет на 10-й минуте. Роберт Буккартс замкнул передачу Мэтью Майоне. 3-3. А точку в матче поставил Михаил Глухов с помощью рикошета от конька защитника. Шайба залетела в ворота после броска 12-го номера казанцев. 4-3. Акбарс выигрывает в Риге. Два дня спустя Рубин проводил еще один контрольный матч. На этот раз против Ротера. Большое преимущество имели казанцыным противником в первом тайме. Но реализовать свои моменты не получилось. Все свои голы у Рубиновой приберегли на второй отрезок матча. На 51-й минуте Сильвия Бегич смог замкнуть навес Олега Шатова в штрафной площади 1-0. На 76-й Дмитрий Макаров сыграл уверенно перед воротами и увеличил преимущество команды 2-0. А в концовке на 86-й минуте опять сработало стандартное положение у Рубина. На этот раз Оливер Абельдгор замкнул навес 3-0. Уверенная победа казанцев. Четвертый эпизод зеленого дерби. Уфимский Салават Юлаев принимал Акбарс. В первом периоде принципиального противостояния двух республик голов мы не увидели. Радовать болельщиков команды решили со второго отрезка. Вячеслав Солодухин в одно касание замкнул хорошую передачу Евгения Лисовца 1-0. Ответ Казани не заставил себя долго ждать. На 10-й минуте Артем Галимов сотворил хороший сольный проход. Обошел трех игроков Салавата и отдал пас на Стефана Дакосту. И тот отправил шайбу в пустые ворота 1-1. В середине третьего периода Юлаевцы опять вышли вперед. После броска тему Хартиканина шайба отскочила на пятак. И Филипп Ларсен оказался тут как тут. Добил шайбу в ближний угол ворот казанцев. Подопечным Дмитрия Квартального срочно нужно было отыгрываться. На 16-й минуте им предоставился шанс в виде большинства, который Акбарс и реализовал. Аберт Ярулин здорово вернул шайбу на Даниса Зарипова. И тот переправил ее в девятку ворот Юхи Мецелы 2-2. Дело шло к овертайму, но на 19-й минуте студии оставили казанцев четвером. Дмитрий Воронков получил спорное удаление, которое Уфа реализовала. Александр Кадейкин в одно касание 3-2. Обидное поражение Акбарса в последнем гостевом матче регулярного чемпионата. 20 февраля Акбарсы начинали последнюю домашнюю серию в регулярке матчем против московского Спартака, который все еще борется за попадание в плей-офф. Настоящая драма развернулась в статне в Терене. Акбарс ввел в счете 2-0. Дакоста и Викстрен сделали хорошие и заделали хозяев. Француз в первом периоде с помощью рикошетов, а канадец в третьем в большинстве от сеней линии. Ничего не предвещало беды до гола Спартака на 11-й минуте третьего периода. Анатолий Никонцев вошел в зону и щелкнул в девятку ворот Адама Рейдеборна 2-1. Москвичи усилили свое давление и на 18-й минуте Робин Ганзел сравнял счет. Настало время овертайма и гости смогли подловить хозяев на быстрые контратаки 3-2. Спартак совершает камбэк, вырывает победу и становится ближе к путевке в плей-офф. 21 февраля Робин проводил свой крайний контрольный матч на зимних сборах. На этот раз соперник – казахстанский Кайрат. Робин смог быстро открыть счет. На 11-й минуте Хвича Хурацхелия воспользовался ошибкой защитников соперника и поразил ворота 1-0. После гола преимущество в игре перешло уже догоняющим. Кайрат провел несколько хороших атак на ворота казанцев, но Юрий Дюпин выручал. Во втором тайме Робин играл на контратаках и держал оборону. В итоге смог довести матч до победы 1-0. Робин заканчивает сборы и ждет возвращения премьер-лиги. Первый матч со Спартаком пройдет 28 февраля в Москве. Ну и завершает наш обзор второй матч домашней серии Акбарса против астанинского Бориса, который проходил в день защитника Отечества 23 февраля. В конце первого отрезка гости забили гол в раздевалку. Кертис Волк завершил хорошую контратаку своей команды 1-0. В середине уже второго отрезка Даррен Дитс подключился к атакующей комбинации. Получил шайбу и, долго не думая, отправил ее в дальний угол 2-0. Виктор Тихонов спустя три минуты реализует уже контратаку своей команды 2-1. На третий период Акбарс вышел настроенный на камбэк, и он им удался. Защитник Дмитрий Юдин попробовал себя в роли нападающего и сравнял счет в игре. Нужно отметить и Кирилла Петрова, который вовремя нашел партнера на пятаке. В течение следующих двух минут команды умудрились забить дважды. Борис вновь вышел вперед. Фил Варн реализовал быструю контратаку. Минуту спустя Кирилл Петров показал свои умения, закрывая шайбу корпусом. Вылез на ворота и вновь вернул на табло равный счет. 3-3. Вторую игру подряд Акбарсу не хватает основного времени для выявления победителя. На этот раз овертайм для казанцев сложился удачнее. Артем Галимов сыграл по тактике сам бросил, сам добил. Хороший гол, и Акбарс набирает 89 очков за две игры до конца регулярки. Амир Сабиров, Неделя спорта.